Моя микроволновка не крематорий Не трогай мою микроволновку Свои сосиски бренные туда не клади Браво! Все свои лучшие песни я написала в одном и том же состоянии Мы не будем все рассказывать Я тебя вижу только с собой Это так и есть Не надо ли взять перец, который попадает у тебя на пути Я засмущалась Друзья мои, ну как вы поняли у нас сегодня необычная будет готовка потому что Рита Дакота сама очень необычная вот такая многогранная Привет, друг! Привет! И я тебе очень рада Мы уже друг друга полюбили там в гримёрке потрогали, поболтали в общем Ну мы не будем все рассказывать Слушай, вообще мне с самого начала интересно вот зона откровения вот насколько ты готова раскрываться? Ой, мне кажется, я уже вообще все о себе рассказала мне поэтому не страшно ходить на интервью потому что вот ну чем меня можно смутить я уже все рассказала про себя сама поэтому спрашивай А у меня нет цели тебя смутить ты друг Отлично Почему мы сегодня готовим мисо-суп с рисовой лапшой и ты сказала только без мяса, Лисанна? Потому что я не готовлю мясо и не ем мясо С какого момента? У меня с вегетарианством долгие отношения сложно запутанный роман я была вегетарианкой с 16 лет потом я на период где-то с 20 до 22 периодически ела мясо потом снова была вегетарианкой потом ела мясо, когда была беременна потому что меня напугали врачи сказали, что или капельница, или мясо и ты выбрала мясо а потом снова перестала есть вот не ем уже сколько мии Хорошо тебе без мяса? Хорошо мне без мяса на самом деле я не тот вегетарианец, который хлещет своим вегетарианством других людей по щекам вот этого, знаешь, там моя микроволновка не крематорий у меня есть вегетарианцы которые говорят не трогай мою микроволновку свои сосиски бренные туда не клади вот я абсолютно нормальная я более того могу даже ребенку какие-нибудь куриные тефтели сделать то есть, ну, без особого удовольствия конечно, вот так вот но ты готовишь я могу ребенку сделать тефтелю куриную а если ребенок попросит а можешь Лисюше сделать суп сейчас? с куриной тефтелем? нет, вот то, что у нас вот эти ингредиенты более того, я скажу она говорит, мы смущать тебя не будем я никогда в жизни не готовила мясо суп единственный вариант, когда я готовила мясо суп это когда, знаешь, в пакетиках готовый мясо суп заливается кипятком вот тут Дакота Мастер поэтому вот это вот все это ты сейчас меня будешь учить готовить мясо суп послушай, но я тоже не претендую как я уже не раз писала у себя в инстаграме на Мишлен в данной дерзкой готовке это больше, знаешь, о чем? я люблю готовить люблю готовить с классными, интересными людьми такими легкими вот и сегодня мы освоим с тобой вот этот вот суп у тебя там есть шпаргалка с рецептом? нет, пойдем так короче, мы не знаем, как готовить мясо суп нет, мы знаем смотри я не знаю я подсмотрела этот рецепт в одной из гостиниц меня накормили я пришла на кухню и сказала учите меня но тут в основе есть индейка но ты сказала, что без мяса поэтому мы индейку изъяли спасибо и оставили вот так все поэтому в основу пойдет имбирь честно, я не готовлю практически никогда я очень люблю готовить но у меня нет времени на это вообще никогда понятно потому что я в основном в турах в каких-то съемках или в ребенке я предпочитаю это делегировать тому кто это делает лучше, чем я то есть нанимаешь какого-то, да, человека да, у нас есть чудесная помощь в этом смысле либо заказываю доставки но иногда иногда я готовлю помидоры, черри, сладкий перец, огурцы, спагетти, орехи, мандарины, яблоки, мюсли и это только треть списка большая семья большие закупки хорошо, что есть доставка из перекрестка с ней делать покупки даже на неделю вперед можно легко и быстро привозят всего за час огромный выбор более 35 тысяч товаров а цены ничем не отличаются от тех, что в магазине проверено все акции и скидки собраны в отдельном разделе а еще за любую покупку вам вернется кэшбэк баллами скачивайте приложение по ссылке в описании и с промокодом L600 получайте скидку в 600 рублей при заказе от 2000 эдоры сладкий перец огурцы спагетти орехи мандарины мюсли смотри, она не готовит, ребята она режет лучше, чем человек, который претендует на слово готовлю дома знаешь, не поверишь меня Анита Цой научила да? она, как-то раз у нас с ней был диалог она говорит, что ее муж говорит, если ты уж готовишь тогда сделай так, чтобы все кусочки в салате были одинаковые потому что тогда ну, тогда строгий муж тогда видно, что ты старалась что это важно для себя а не вот так вот а бы как поэтому я такая думаю, блин а это правда, ведь в этом самом деле много красоты то есть в этом любовь к продукту в этом твое серьезное намерение сделать процесс каким-то важным но мы с тобой будем этот суп есть тем более тем более я стараюсь поэтому спасибо тебе за старание слушай, имбиречка должно быть не так прям много хотя нет, ты любишь остренькое? да, я люблю остренькое а, ну значит все я горячая женщина ты горячая женщина мне очень интересно нужно тебя рассмотреть с точки зрения автора песен вот где ты черпаешь вдохновение нет же такого, что ты идешь, идешь по улице и ты, о, песня родилась есть есть? да, я так Лободе написала самую первую песню, с которой началось наше сотрудничество я просто ехала в пробке на проспекте мира, как сейчас помню и вот мне начали приходить эти строчки и потом этот альбом стал мультиплатином это была песня «Не нужна» которая если я тебе больше не нужна, тогда и ты мне нах тогда вот это вот я в пробке стояла свою песню «Спички», которая сделала, собственно, меня популярной на «Фабрике звезд» стала, как гласит Википедия, самой скачиваемой за всю историю всех семи фабрик я написала на рыбном рынке это как получилось? я пошла дедушке за рыбой за замороженной видишь, опять кухня опять, то есть триггерная точка это пошла дедушке за рыбой и случился трек то есть, друзья на самом деле, просто у меня в голове всякие разные странные миры знаете, вот я могу когда процесс начинает быть машинальным например, если бы ты мне дала 3 килограмма имбиря я бы стояла, резала уже, знаешь, на автомате и тогда твой мозг, он попадает в какую-то такую зону и очень прикольно Джон Кехо описывает то есть, вот когда ты, типа, бодрствуешь, но не бодрствуешь это пограничное состояние например, когда ты едешь по трассе у тебя, не знаю, впереди навигатор показывает там 250 километров прямо и ты едешь, ты вроде бы, как бы, концентрируешься на дороге но на самом деле у тебя, ну, простая очень задача то есть, ты просто вот держишь прямо руль, едешь прямо и не уснуть задача вот, задача не уснуть и у тебя идет какой-то мозговой процесс вот у меня так в душе часто случается я, например, просто моешь в душе то есть, это машинальный какой-то процесс вот вода то есть, ты долго моешься в душе? очень сколько? и там много песен крутых развиваются сколько минут ты моешься? час? ну, могу минут 40 мыться могу часа 2 мыться зависит от того, ребенок бабушки или у меня а ты в душе медитируешь как-то? у меня вот в целом написание песен, к примеру, это медитация мыть посуду, это медитация могу полчаса мыть гору посуду после гостей и специально не загружать в машинку а именно мыть руками потому что в этот момент ты думаешь как раз какие-то идеи приходят вот мне надо какие-то монотонные действия совершать а, и расскажу тебе, кстати, эксклюзив никому не рассказывала недавно, недавно я раскопала в себе, знаете, что? что? что все свои лучшие песни я написала в одном и том же состоянии когда у тебя, значит, идет такое какое-то легкое покачивание то есть, например, поезд, автомобиль, гамак вот что-то такое рыбный рынок рыбный рынок тебя от запаха покачивало да, типа того вот, в общем, легкое покачивание и закрытое пространство с потолком то есть, чтобы вот, ну, либо машина маленькая коморка музыкальная какая-то то есть, вот что-то маленькое, там, гамак с вот этим капюшоном и психолог, знаешь, ты мне сказал? он говорит, ты похожа на утробу матери ааааа, точно то есть, тебе тесно, темно, безопасно и тебя чуть-чуть качают я такая, охренеть, это так и есть я с ножом не буду причем ты вот так надоелась охренеть, это так и есть, понимаешь? послушай, это же тоже да, если мы с тобой сейчас вспомните все, стена плача, да? и ты помнишь, там вот люди покачиваясь, читают молитвы разные там конфессии собираются это такое место международной силы вот, в кундалини тоже есть дыхательных практиков, суфистские окружения вот эти вот, ну, это все реально работает это правда так Рит, когда это к тебе пришло? в какой момент тебя осенило, что тебе интересно разбираться в медитации, работать с психологами вот, что послужило этому? в 19 лет я первый раз попала точнее, не так, даже в 19 лет я себя обнаружила медитирующей в Синайской деревне в горах это как? а ну вот так, я просто поняла, что что-то в моей жизни куда я свернула, что, короче, мне 19 и я сижу в Синайской деревне и медитирую это что, это как? я стала анализировать я просто... нам сейчас непонятно поподробнее расскажу, да я просто такой ищущий человек так то есть я всегда была очень творческая я пишу с 5 лет вот то понятие Бога которое транслировалось вот в 90-е да, мне я же там все время спрашивала там взрослых, бабушек всяких там что такое Бог как это вот как работает Вселенная мне всегда было интересно как почувствовать и вот то, что транслировалось меня не устраивало то есть мне я, короче, не верила что Бог какой-то злой дядя который считает твои грехи наверху, да и непременно покарает тебя и отправит в ад то есть в моем понимании вот детской головы было, что Бог это что-то это какая-то любовь большая и то есть я стала искать Вселенская любовь и я стала искать своего хорошего Бога доброго который не отправит меня в ад и не считает мои грехи и там вот так вот какой-то мудрый ребенок то есть во сколько это было сколько? наверное лет 16 16-17, да? вот ну я всегда об этом думала просто лет 16 у меня вот начались после фабрики? во время фабрики во время фабрики я начала изучать Библию, Коран читать про трешнаитов читать про индуизм про буддизм в общем изучать вот эти все истории я в этом не то чтобы сильна я не могу сказать что я там типа хорошо в этом разбираюсь давай водичку поставим кипятить прошу прощения да но я стала стала искать где где же Бог про любовь так вот и вот собственно из-за этого наверное я и пришла и к медитации и к практике к психологии потому что для меня одной эзотерики недостаточно мне надо науку одной науке недостаточно мне надо психологию и все остальное в общем поэтому я совмещаю собственно в своей жизни и точные науки и эзотерику и психологию какие книги ты бы посоветовала какие фильмы ты бы посоветовала прочитать ищущему человеку подписывайтесь на мой телеграм канал ставьте лайки а там нельзя лайки ставить или можно в телеграме короче у меня в телеграме я вот как раз чтобы чтобы знаешь не смущать людей которым интересно Дакота с точки зрения песенок и красивых бьюти обзоров чтобы ну им как-то насильно это не пихать все я создала телегу уютную телегу в которой там тысяч шестьдесят по-моему сейчас и там вот как раз люди которым интересна моя литература интересны медитации ну вот сейчас для ленивых можно которые не пойдут которые пойдут и подпишутся это точно сто процентов твои люди ненавижу кстати с каких-то пор эту фразу вот но тем не менее это твои люди да а те кто просто смотрит этот выпуск просто посоветуй вот книжки практики которые перевернули твой мир наверное Майкл Роуч можно все книги почитать но начать можно с кармы любви это один из моих духовных наставников человек который очень сильно повлиял на мое мировоззрение это Колин Типпинг например тоже его работы вообще каждому человеку кто погряз в каких-то обидах в горечи в какой-то в общем кто долго живет в позиции жертвы хочет выйти из этого цикла страдания и не понимает как вот туда а потом по созависимости шикарные книги Мелоди Битти пишет тоже практически все но вот начать лучше спасать или спасаться спасать или спасаться ты спасла своего папу да в прямом смысле папа сам себя спас я ему подсветила просто куда идти вообще спасти никого невозможно но это же долгая история да очень болезненная для тебя она с детства уже нет уже не болезненная уже я вижу в ней совершенство то есть знаешь любой опыт он когда завершается и ты видишь вообще для чего это было знаешь не за что а для чего вот в этой точке начинает расцветать твоя благодарность этому опыту вот я сейчас благодарю папе папу своего за свое дисфункциональное детство то есть в какой момент ты поняла что у тебя папа пьет в какой ну вот как себя помнишь как себя помнишь с пяти ты себя помнишь с двух с двух ты себя помнишь черт я не помню себя надо со мной поработать а ты медитируй вспомнишь да серьезно без шуток у меня просто понимаете тут такая еще история у меня у меня нет шансов этим не заниматься потому что у меня молодой человек один из самых больших ну таких именитых скажем проводников в медитации Федя да у него самый большой в этой нише курс где три тысячи человек с первого потока пришли и мы даже рекламу не делали в инстаграме за час люди купили все а расскажи как вы познакомились вот если можно да я расскажу давай вот и короче когда у меня просто медитация дома у меня в кровати лежит со мной я медитирую да правда каждый день мы познакомились на Бали моя подружка близкая лучшая балийская подруга моя она мне звонит говорит слушай ты летишь на Бали на гастроли я ехала выступать на серферском фестивале это был ну как корпоратив да говорит давай если ты все равно прилетаешь чего в Москве сейчас ужасная погода слякоть ноябрь а на Бали хорошо давай тебе снимем клип я говорю ой да ну я лечу на неделю какой клип я хочу отдохнуть она говорит нет пожалуйста давай я все организую сама ты просто войдешь в кадр и все я говорю ну давай и в общем я вошла в кадр а как раз был Федя у меня снимал это все Федя Федя снимал этот клип Федя снимал этот клип да и вот мы так познакомились он был режиссером в этот момент или оператором или продюсером он был хозяином рекламного агентства который собственно делал этот клип но он заодно и снимает очень хорошо он видеомейкер от бога ну талантлив человек талантлив во всем вот он решил сам в общем и мы с ним познакомились тогда встречаться начали спустя год только подожди я люблю романтичные истории а как это было как это было я приехала в Америку в Лос-Анджелес снимать два клипа опять работа да я звоню Феде я вижу что Федя Лос-Анджелеса я говорю помоги мне найти мужика в клип я говорю мне нужен красивый мужик чтобы он сыграл главную роль в клипе Армагеддон Федя говорит будет все нормально найду тебе мужика вот мы с ним встретились приезжает Кристиану Рональд ну типа давай да какой парень тренировок а никакой Федя приехал то есть ты послала ему этот месседж помоги мне найти мужика он понял тебя буквально он приехал режиссер увидела как мы с ним общаемся увидела эту искру она говорит давай Федя снимется в другом клипе в электричестве вот завтра мы будем снимать и она позвонила модели парню который должен был снимать сниматься и говорит прости пожалуйста не обижайся мы тут нашли короче вот он расстроился чуть-чуть вот и в общем вот мы снялись в этом клипе и тогда уже поняли что все походу от судьбы не убежишь да и он это понял твой сольный альбом называется Стая китов почему заглавная песня называется Стая китов на альбоме это кстати уникальная история тоже у меня тут есть я не знаю видишь ты или нет а покажи у тебя кстати очень крутой аутфит спасибо большое у меня новый стилист привет Тамара я люблю тебя Тамара змея да блин не могу не загружаться послушай змея у меня Роберт фанат змей я тоже фанат змей почему это расскажи мне давай про кита давай про кита короче друзья верьте тут есть кит тут есть кит все вот его хвост у Федя такой же есть кит Федя занесешь нам потом в кадр своего кита тоже покажешь Федя здесь с нами в студии стесняется нет не стесняется красиво очень улыбается вообще мешает нам готовить в день выхода альбома 19 июня несколько сотен людей из моего фан-клуба сделали одинаковые татуировки с китами и такого вообще никогда в истории не было видишь в честь альбома несколько сотен людей прекрасных здравомыслящих половозрелых что немаловажно взрослых 18 плюс сделали татуировки с китами и в честь просто преданности артисту в честь солидарности в честь благодарности за эту пластинку я прям говорю спасибо вам большое китяо если вы меня видите сейчас а вы меня видите я вас сильно люблю вы вообще важнее всего важнее всех премий чартов вообще всего просто такая любовь и поддержка это ну это реально это особенно да я тебя понимаю прекрасно у тебя растет дочка Мия вот ты из очень тяжелого детства ты это не скрываешь об этом говоришь ты была не согласна с тем как ты росла ты сказала что ты искала Бога в себе но все это было связано с неблагополучием каким-то а сейчас Мия у тебя окутана любовью такими мудрыми людьми рядом ты понимаешь о чем я хочу сказать да то есть так или иначе наше поколение стало вопреки и мы сейчас взрослыми тетями и дядями копаемся внутри себя ходим с психологом разгребаем все свое детство вот Мия это абсолютно новое поколение ты не боишься ее испортить или ты волнуешься за нее вообще философия матери какая у тебя поделись ты знаешь я странная мать потому что я очень верю в карму я верю что только от Мии зависит счастлива она будет или нет потому что у меня было тяжелое детство однако я считаю себя очень счастливым человеком очень счастливым и я всегда вспоминаю притчу как два брата близнеца один из которых стал серийным убийцей и попал в тюрьму а второй стал супер известным бизнесменом богатейшим семьянином и одному и второму задали один и тот же вопрос как почему ты стал таким и оба ответили абсолютно одинаково что мой папа бил маму он употреблял наркотики алкоголь он издевался надо мной кем еще я мог стать понимаешь то есть кто-то становится таким же кто-то впадает в роль жертвы а кто-то выходит победителем и наоборот ну то есть отстраивается наоборот от своего вот этого детского сценария поэтому я была помню у психолога однажды сколько тебе было ну это вот было может быть года три назад я значит пришла к нему там с какими-то своими там переживаниями на тему того что вот я там артист я переживаю что я там не додам любви не ребенку что я там типа в съемках что я не могу круглые сутки с ней сидеть что мне приходится оставлять ее на бабах синдром я же мать вот это вот все и он говорит хорошо а кто-то кто самая лучшая мать вот какой пример самой лучшей матери вот которой ты бы хотела стать я говорю ну моя мама он говорит а как ты это поняла я говорю ну моя мама она там не знаю работу бросила из-за меня она со мной сидела она мне готовила там три супа два вторых пять каких-то этих десертов он такой ну то есть твоя мама была лучшей мамой однако тебе нашлось с чем пойти к психологу я такая блин точно и это на самом деле очень глубоко потому что даже если я сделаю так что Мия у меня вырастет с тепличным растением она будет всегда счастлива и никогда у нее не будет вообще никаких горестей в жизни ей тоже найдется чем пойти к психологу в 18 мы все люди мы все ищем себя да сто процентов но плюс история с папой понимаешь реально это несчастное детство по факту оно стало в итоге причиной такого большого благотворительного проекта который спас тысячи людей вот сейчас о нем подробнее не в тот момент когда я забрасываю имбирь в горячую воду мне тоже надо так сделать да тебе надо так сделать мы с тобой дождемся когда он скипит сейчас мы это дерзкая готовка ребята мы ножом помешаем все в порядке это к счастью ребята вот расскажи про благотворительный фонд про вообще папу и про твое это большое детище там еще какая-то история с наркотиками была но я хочу из первых уст да собственно я с папой очень долго не общалась и когда у меня случился мой болезненный развод я очень боялась что все воспримут мои последующие песни как хайп как там короче мне было важно спеть не про любовь и не про свои отношения и я подумала что вот самое время спеть про свое детство потому что на самом деле развод отношения там с какими-то абьюзивными мужчинами или с какими-то ну мужчинами которые не так относятся к тебе как стоило бы к женщине относиться или как ты ждешь они все равно последствуют это не не главное не главная цель разобраться с этим а главная цель разобраться с тем почему ты с таким мужчинами вступаешь в отношения и мне думается что история с папой это как раз таки про это то есть женщины девочки которые выросли в семьях с холодным отцом или там с отцом которого зависимости с агрессивным отцом они все равно так или иначе они в зоне риска короче они в зоне риска построят свои отношения с каким-то человеком который будет относиться плюс-минус к ним так же. Потому что для них это прямая связь. Это и есть любовь. В детстве же ребенок, он не понимает. Он просто влюбляется. Это любовь. Я люблю папу, папа вот так ко мне относится. Это и есть любовь. Я спела об этом песню, сняла на нее клип, просто выложила в сеть. И я увидела просто, не знаю, как тысяча девочек, рыдая, пишут, что у меня так же. Мы все рыдали. И, собственно, этот проект, он, во-первых, что он сделал? Мелко режу? Нет. Крупно режу, окей. Во-первых, мы собрали очень много денег благодаря этой песне. То есть деньги со скачивания все отдали в благотворительный проект «Цунами». И мы на эти деньги потом отправляли ребят на реабилитацию. Как это происходит, эта реабилитация? Мне хочется поподробнее это узнать и понять. Ну, мы отправляем людей в центры, где с ними работают психологи, с ними работают... То есть это нарко-алкозависимость, да? Да. Любая. Любая зависимость. Луда, маны, это кто играет. А сахарная зависимость там есть? Ну, в этих центрах не было. Есть просто еще сахарные наркоманы. Ты знаешь, это очень на самом деле сейчас распространенное и дико страшное заболевание. То есть люди, которые не могут без сладкого, без сахара, у них ожирение, у них большие проблемы. Кстати, которые, ну, как бы с виду кажутся, но он же не алкаш и не наркоман, но он не может сделать и шага без сладкого. То есть его аж трясет, он хочет сладко. В целом, зависимое поведение, оно может быть от всего чего угодно. То есть есть люди, которые сидят на сериалах, есть люди, которые сидят там на соцсетях. От чего появляется эта зависимость? Вы разобрались, работая с профессионалами? Это непрожитые эмоции. Человек по-другому не умеет. Он не понимает, что он чувствует, что делает с этими чувствами. Он не умеет проживать эти эмоции, поэтому он начинает их глушить чем-нибудь. Глушить чем-нибудь? Курить, да? Алкоголь, наркотики, сигареты, что угодно. То есть это на самом деле куда глубже, чем... То есть алкоголь и наркотики – это следствие, это не причина. То есть главное с причиной разобраться. Почему, например, не работают какие-то кодировки, то есть вот это вот все. Потому что там причину не устраняют. То есть знаешь, как вот там рана болит, а ты на него пластырь заберешь. Да, и все нормально, я полечил. На самом деле надо же отклеить, полечить, промыть там, попить. Сколько уже лет вашему фонду? Два с половиной получается года. Два с половиной. Вот, и, собственно, папа уже два с половиной года в трезвости. Какие альтернативы предлагаете людям? А там не надо никаких альтернатив. То есть там человек находит внутреннюю опору, ему уже не надо больше употреблять. Да, смотрите, я расскажу. У нас закипел имбирь, он у нас продолжает кипеть, и мы добавляем шпинат. Шпинат? Да. Это шпинат? Смазла и шпинат. Я первый раз вижу мисо-суп со шпинатом. Ну, это такое, это дерзкий суп. Короче, это лисан-суп, это какой-то авторский, по-моему, авторское прочтение. Авторское прочтение, повторюсь, в гостинице увидела этот рецепт и сошла с ума. Хотела бы я сказать, что в ТикТоке, но нет, в гостинице. Вот, твои отношения с ТикТоком. Знаешь, это, я недавно об этом пост в Инстаграме писала, это прям стопудово зона роста для меня. Это вот, знаешь, вместо тысячи тренингов для меня завести страницу в ТикТоке. Я очень сильно боялась, что заведя страницу в ТикТоке, снимая какие-то тренды, я буду слишком легкомысленной, недостаточно глубокой, какой-то там тупой, какой-то, ну, в общем, вот все те черты, которые, конечно, во мне есть, как и во всех людях. Во всех есть. Я не хотела поворачиваться этой стороной к зрителям. Мне казалось, что Дакоттон должно быть про глубокие песни, про благотворительные проекты, про что-то вот такое. Но ты многогранная девочка, почему? А не просто там, типа, этот, ну, вот, вот это вот все. Но это же тоже классно. И я завела ТикТок, кстати, благодаря Феде, завела ТикТок, и ролики начали залетать, у нас есть пять с половиной миллионов роликов, четыре с половиной миллиона. И треки стали залетать, в общем, мы такие, вау, ничего себе. То есть это новая платформа, от которой по факту отказываться и отворачивать нос нельзя, потому что если ты заинтересован в своем будущем, как артист, я правильно понимаю эту платформу? Ты знаешь, на самом деле есть люди, которые музыкой не занимаются, но у них есть ТикТок. Мне кажется, это просто развлечение. Я люблю ТикТок. Не надо серьезно относиться к ТикТоку. ТикТок – это про поржать, это отключить мозг, и ничего там такого нет. Например, не знаю, там какой-нибудь физик-ядющий, который целый день сидит и изобретает какие-нибудь новые системы досмотровых рамок, им хочется вечером прийти и просто поржать, просто вайны посмотреть какие-то. Мне кажется, это тоже определенная медитация, согласна? Просто человеку надо вот что-то смотреть, быстрые картинки, быстрая информация, это определенного рода, ну ты зависаешь? Есть в этом и обратная сторона. Например, клиповое мышление вот это, человек не может концентрироваться, он не может анализировать. Вот ты заметила, да, в мессенджерах, например, появилась Х2, ты не слушаешь уже сообщение голосовое, ты слушаешь его на ускоренном. То есть ты куда-то спешишь, ты слушаешь на ускоренном сообщении, ты не хочешь читать пост, тебе надо быстренько, чтобы тебе в видеоролике за 15 секунд донесли суть. И к следующему. А я люблю твои вот эти длинные почитать. Вот и я люблю, поэтому вот в этом смысле для меня... У старички уже, да? В этом смысле для меня все-таки милее инстинк пока, но возможно, знаешь, для меня это вызов, вот как свою всю мысль вот эту сократить до сути, чтобы она влезла в 15 секунд быстрого ролика и тронула сердце. Это задача. И вот мне всегда люди, с которыми я там работала, ну там брала у них какие-то там тренинги, коучинги, они всегда говорили, Рита, сокращай речь до сути. То есть вот эта вот вода, она может быть урезана... Сейчас у нас прям мастер-класс от Риты Дакоты. Ты так много тем рассказала и очень быстро. А я тебя спрошу, перчик любишь? Поострее любишь, да? Я помню, я никогда... До свидания. Я засмущалась так. Итак, что было с первым перцем, который был... Да, мне было лет пять, и я, короче, лизнула перец. Знаешь, вот ты... Не надо лизать перец, который попадает у тебя на пути. Пожалуйста, можете еще раз произнести, где твой крупный план? Вот. Что там, не надо лизать перец? Первый попавшийся перец, который валяется у тебя на пути. В общем, у меня, у крестной мамы, лежал вот такой вот перчик. Я думала, что это сладенький, болгарский, и хрум сделала. И я никогда не забуду. Это просто вот эти вот глаза на выкате. Да это страшно. Просто я вся покрылась потом. Я такая, я умираю, я сейчас вдохну. Вот. Я поэтому всегда аккуратненько с ним. Ну что, два или один у нас будет перчик? Давай один. Давай. Давай вот я это сделаю, да? Медленно очень. Сексуально, да. Да. Давай. Ты откровенничаешь у себя на странице, ну, ноги. Вот как сейчас со мной. Но меня ты знаешь? Как это вот раскрыться для незнакомых? Ты же читаешь, все равно там что-то пишут там тебе. Или ты вообще настолько бесстрашная? Это очень откровенные вещи говоришь. Вообще нет. Знаешь, вот. Или ты делишься, чтобы стало легче тебе? Нет. Нет, я делюсь, чтобы стало легче у психолога. Камон. Да. Я не понимаю, как по-другому. Я не понимаю. Я сейчас попробую объяснить. Вот для человека среднестатистического это челлендж. Это прям вызов, типа, взять и рассказать на всю аудиторию правду. А для меня вызов не говорить правду. То есть для меня вызов, это, короче, когда я настолько вообще все свои секретики, скелетики держу. Знаешь, есть такой пример классный, я услышала тоже на одном тренинге классном, что вот твои вот эти вот, вот, собственно, то, чем я делюсь с аудиторией, это, представь, что это такой воздушный шарик. И ты стоишь, короче, по поясу в реке, и ты держишь одной рукой один воздушный шарик, второй, второй, собственно, между ног, там еще какой-то локтем четвертый, и тебе неудобно, тебе некомфортно. И как только ты отпускаешь вот это, то есть они всплывают наверх. Легче, да? И все, ты свободен в этот момент. И вот я не хочу эти шарики держать под водой, я хочу спокойно себя чувствовать. И поэтому я всегда все про себя сама вываливаю, самое первое. То есть меня даже особо не задеть, вот мы с тобой говорили в гримёрке о том, что опрессия, да? Да. Вот меня сложно очень задеть, потому что я все про себя знаю. Ты все в бизнесе со скольки лет? Б, я все уже всем рассказала давно сама. И для меня это естественно. Для меня, естественно, вот это проживать, эту самость, вот эту откровенность. То есть для меня делиться с людьми, естественно, просто потому что я люблю людей, и просто потому что я хочу быть с ними ближе. То есть у меня естественная потребность быть ближе к людям. Так со скольки лет ты в шоу-бизнесе? Ты задумывалась? Да я не то, что была сильно в шоу-бизнесе, знаешь, то есть для меня... В свободе, в говорении. Ну вот сколько себя помню, лет 17, я на фабрике с 17 лет, и я там говорила то, что не стоило говорить, наверное. То есть я как-то вот живу себя просто, и вот. Твой опыт, это твой опыт, твои шишки, твои ошибки. Но это не чушь, вот с того, с чего мы начали с тобой, ты говоришь, я там много чуши наговорила. Нет, у меня были интервью, где я реально несу чуши, это нормально. Надеюсь, это будет не это интервью. И это тоже. Пожалуйста, нет, это офигенное интервью, мне очень ты нравишься. Это бы замечательно. Знаете, как мы с Александром познакомились? А как мы познакомились? Я помню, что у меня Паша написал как-то, что ему нравится моя музыка, он за мной номер у Ёлки, по-моему. И мы про музыку помнят. Да, 10 лет назад. И Пашка мне сказал, блин, какой чел, он даже вот так вот про тебя сказал. Да. Приятно. Спасибо, Паша, если ты смотришь, а ты наверняка смотришь. Спасибо тебе большое. И я начала за тобой следить по-настоящему. Ну, то есть я из спортивного мира, я мало кого знала. А мы, знаешь, спортсмены, когда видим кого-то, кого показывали по телевизору чаще нас, мы очень стесняемся. Вот. И вы такие все артисты, из фабрики, крутые. Блин, Федя, ты слышишь, Федя, что говорит Лисан? Мы с Федей сегодня ехали в машине, и я говорила ему, слушай, я иногда так стесняюсь к людям подойти, ну, к другим известным, типа, что они подумают про меня. И недавно, это у Клавы Коки на дне рождения, я подошла, набралась смелости, подошла там к одной тиктокерши, которая мне очень нравится. К кому? Очень интересно. К Ане Покров, она мне очень нравится. Она такая, а мне казалось, ты такая большая звезда, я стояла, стеснялась, я могу вообще к тебе подойти или нет? И это на самом деле, вот, кстати, инсайт, друзья, это в обе стороны работает. Это Федя? Это Федя. Это Федя. Мы вызвали Федю, это любовь с твоей жизни. У вас Федор на кухне завелся. Да, у нас Федор. Это Федор. Рояль в кустах пришел. Слушайте, ну, интервью замечательно, я там сижу, у меня просто нету секунды даже подышать, спокойно вздохнуть. У нас очень плотное интервью. Очень интересно, да. Ты будешь супить? У нас супом все очень хорошо, нам осталось рисовую лапшу туда кинуть и сырок, но он будет прям самым последним. Я хотела респектнуть Паше, на самом деле, вот так взять и незнакомому артисту позвонить, взяв у другого артиста номер и просто респектнуть за музыку, ну, это прям круто. Я вот честно вдохновлена сейчас, вспомнила эту ситуацию, я вдохновлена сейчас раздобыть какой-нибудь номер артиста, который мне нравится, позвонить и сказать, блин, ты крутой чел. Кому бы ты позвонила первому? Максу Коржу позвонила бы. Сказала бы, ты крутой чел. А ты? Ты кому позвонила бы? Макс интересный вариант. Блин, я тех, кому хотел позвонить, уже не познакомился. С Криптониту можно позвонить, тоже сказать, что он крутой чел, правда? Угу. Из зарубежных звезд. Ну, я мечтаю, чтобы у Риты был какой-нибудь большой фит с большим рэпером. Каким? Кого вы считаете? Мне кажется, должен быть не кто-нибудь новенький. Все наши друзья топят за то, что должен быть кто-то из фрешменов. Я не знаю, я тебя вижу с Бастой. Когда мой мужчина говорит, что я тебя вижу с Бастой, а я тебя вижу только с собой. Это как-то, кстати, странно. Это продюсерская субличность моя говорит. Вот, ребят, мне очень интересно, он твой парень, он твой продюсер, он твоя вселенная. Как вы разделяете это? В какой момент ты такой, стоп, я продюсер, а потом, нет, я твой парень. Вот как это происходит? Кто расскажет, Ирия? Я расскажу. Давай, Кейс. У нас с Федей есть два основных проекта, и мы оба в них продюсеры. То есть не то, что там у нас вот не такие отношения, когда артист и продюсер, у нас мы оба продюсируем проект Рита Дакота и продюсируем проект Медиториум. Это вот, собственно, Федин курс по медитациям, где он спикер, можно так сказать, а проект Рита Дакота, где вот я пою, ну, мы вместе с командой двигаемся. То есть у нас такая история. И мы разделяем. У нас реально есть субличность Федора Ивановича и Баргады Сергеевны. Они не целуются, не обнимаются. Они вообще, они жесткие. А есть Феда и Рита. Да, и Федор Иванович не может подойти к Рите и сказать, Рита, я прокапался по работе, прости, пожалуйста, ты же меня любишь? У нас так не работает. У нас Федор Иванович приходит, Маргады Сергеевны, говорит, у нас четкий график, поехали, все, мы пашем. Лисанна Альбертовна сейчас четкую женщину включает на кухне, нам пора рисовую лапшу. Уходи. Лапша сама себя не сломает. Да, да, Федя, спасибо, аплодирую тебе, ты крутой. Он крутой, он секси, кстати. Да, он секси. Когда разбивался, хауна не держим. Подожди, подожди, пожалуйста, я должна вот это вот туда, тебя несет, ты понимаешь, ты самый лучший вообще персонаж. Ты персонаж. Я персонаж. На самом деле, я расскажу тоже такую маленькую тайну. Давай. Я перед камерами очень стесняюсь и очень некомфортно себя чувствую. Мы видим, мы видим, да, мы видим. И я поэтому закрыла свой YouTube-канал, у меня был реально успешный очень YouTube-блог, там была реклама за большие деньги, и я его в какой-то момент просто закрыла. За какие деньги, кстати? За большие. Ну вот что такое для тебя, для Риты Дакоты, большие деньги? Рита Дакоты вообще не про деньги, мне все равно. Это надо было у Феди спросить, черт возьми. Ну, типа, Арина, за сколько мы там рекламу на YouTube продавали? Ну, за дофига. Были, типа, проекты полтора миллиона мне платили там за ролики. Мы горим, подожди. Были. Ну, за одну интеграцию мы тогда получали, может, там, около 200 тысяч рублей. Ну, это, ну, как бы для меня это большие деньги. На них можно музыку делать, там, родителям помогать, благотворительные проекты делать. То есть для меня это прям было хорошо. Но я настолько некомфортно себя перед камерой всегда ощущаю, что вот поэтому я про Инстаграм, а не про ТикТок, понимаешь? Да, просто на одну камерку. Просто фотка и просто твои мысли. И мне вот надо, Федя не даст соврать, мне надо сесть, открыть тетрадь, ручку взять, написать, сформулировать свои мысли, сложить их. Ты, Паша, Паша такой же. А когда я выдаю на камеру, я могу сказать какую-то чушь, а потом, типа, блин, я же так не думаю, или там, я вообще другое хотела сказать. Паша, как старовец, знаешь, как консерватор, как училка по русскому языку. Знаешь, как свои стендапы пишут? Бумажки. В тетрадочке, вот так, и на сцену, он уже замусоленный этот вот, его листочек, ему даже сын говорит нашему, 8 лет. Распечатай. Ну, типа, распечатай, нормально сделай. Говорит, нет, с этой бумажкой я так хорошо в Минске выступил. Вот, я говорю, ты понимаешь, что это уже Деда Паша? У меня такая же история, я песни пишу в каких-то уродских блокнотах, типа, из 90-х. И потом говорю, Федя, а ты видел там красный такой блокнот с ромашкой? Вот там на 14-й странице внизу, через жопу, там написано, фиолетовая ручка, это был бридж от новой песни. Ты не выкинул этот блокнот? Творческий человек. Что тут можно срезюмировать? Друзья мои, пока Рита нам рассказывает все свои инсайты, это очень круто, что ты делишься с нами, потому что кому-то, возможно, это поможет. И кто-то поймет, что он нормальный, на самом деле, человек, кто загнался и думает, что он ку-ку. Короче, инсайд номер раз, артисты тоже стесняются, реально. Инсайд номер два, перед камерой артисты тоже неловко себя чувствуют. Например, я. Вам кажется, я так легко разговариваю? На самом деле, у меня такое, знаете, ладошки потеют, вот, поэтому... И инсайд номер три от меня, значит, положили имбирь в кипящую воду, потом положили шпинат, дождались пока все это зелье, в прямом смысле зелье у нас вскипит. Кинули туда рисовую лапшу, красный перец, сейчас выжимаем лайм и, собственно, готово чуть-чуть. Конечно, у нас там еще тофу. Тофу чуть-чуть, буквально для, ну, так, знаешь, искушенных. Круто, круто. И ты увидишь, как тебе понравится этот суп. Ребята, не только, пожалуйста, комментируйте просто зрелище, которое видите, но попробуйте приготовить и напишите лучше свои комменты по поводу этого супа. А по поводу, кстати, макарон, я недавно увидела в каком-то, в какой-то кофейне, вот из таких трубочек, короче, из макарон такие трубочки-макарошки, делали вместо пластиковой трубочки макаронную трубочку в коктейле. Мне кажется, это прикольно. Прикинь, через макарошку пить. Беречь природу, я это, отходи от меня, я режу большим сесоком. Давай, ты пишешь детские песни? Да, у меня есть несколько таких проектов, которыми я горжусь. Например, я делала треки для детского Евровидения и для России, и для Беларуси. Я делала саундтреки к мультикам, например, «Сказочный патруль», там мой саундтрек, многие девчонки маленькие любят. Твои любят «Сказочный патруль»? Не смотрели еще. Смотрели стопудово. Вот у тебя дочь стопудово смотрела. Это очень популярный детский мультик. Хорошо. Там «Лео и Тик», «Пролвенка», «Пролвенка». Я точно не смотрела. Мы пока застряли на Муана, мы пока застряли на Аладдин, семейка Круц. Нам пока вот это все интересно. А, особенная истерика, как ее вот эта вот синевласая, господи. Эльза? Эльза, все. Мне тоже. Мне говорят, мама, давай я буду Эльза, потому что у тебя холодное сердце. Да. А я буду Анна, потому что у меня горячее. Я говорю, давай, мне договорились. У тебя холодное сердце? Почему так дочь о тебе говорит? Ну, просто потому что я похожа на Эльзу из мультика. На самом деле там внешний вопрос. Просто у тебя волосики, да. У меня волосики похожи больше на Эльзу, а мне больше на Анну. Да. Вот. На самом деле, очень горячее сердце. Детские песни. Вот недавно я написала «Колыбельную». Господи, он разваливается. «Прости, муж Аниты Цой, очень криво я порежу». Что ты перед ним извиняешься? Перед ним Анита должна извиняться. Он тебе просто дал совет. Короче, я написала «Колыбельную» песенку для Мии. Мия ее поет и просит ее, чтобы я пела перед сном. Какую спой нам? Баю-бай, засыпай, ангел мой. Баю-бай, просто знай, мама всегда с тобой. Ну и так далее. Вот. Это очень, она очень милая. У нас черствые люди в студии, только я одна с горячим сердцем. У них просто детков нет, только у нас есть. На самом деле, мы еще денежки с этой работы, со скачивания отдали в Мордовский детский дом. Так что это добрая песня. Ты какая-то вообще святая. Не-не-не-не-не, можно я скажу? Ты какая-то чудесная. Ну что это такое? Можно я скажу что-нибудь плохое, матное, отвратительное? Причем ты совершенно не позируешь, красуешься перед камерой. Ты действительно такая, какая ты есть в гримерке, такая, какая ты есть у себя в прямых эфирах. Вот, ну да. Знаешь, на самом деле, недавно один продюсер большой, уважаемый мной, сказал, что... Это кто? Ты можешь сказать его фамилию? А, ну ты, наверное, не знаешь, есть такая певица Мэри Гу, это вот ее продюсер, ее муж. Мы с ним очень дружим, он сказал, Рита, я очень тебя люблю, обожаю, ты классная. Я типа пока с тобой не познакомился, я не верил в это во все. А почему-то есть такой стереотип, да. Я с тобой познакомился, я вижу, что это правда, но пока я с тобой был не знаком, мне казалось, что это просто какой-то фейк. И типа она строит из себя какую-то святую, какую-то вот эту просветленную, типа, что-то какие-то благотворительные проекты, что-то какая-то херня, короче, что-то сложное и что-то вот не верю. Сложное не верю, да. И мы с Федей так сели, такие, блин, по ходу реально, ну, есть такая проблема, давай что-нибудь будем с этим думать, давай, не знаю, ну что-нибудь придумаем. Это не проблема. Да нет, чтобы людей это не бесило, понимаешь. Оливковое масло чуть-чуть добавляем, потому что постный супчик немножечко, да, мы его чуть-чуть усилим. Угожирним. Да, чуть-чуть усилим. Если вы не на диете, не добавляйте. Не-не-не-не-не, это всегда полезно, ты же знаешь, масло есть, а оливковые эти диеты, это все очень полезно. Мы прям буквально чуть-чуть лайм, и у нас суп готов. И что было? Да ничего не было, мы просто подумали, ну, так вышла, вот такая дакота. Что с диетами у тебя, кстати, по еде немножечко, правила твои? Ну, ничего у меня с диетами, интуитивное питание у меня исключительно. Я понимаю, что диета – это зло. Вот всегда есть откат. Всегда есть откат. Если ты сидишь на диете… Всегда так было? Ну, ты это проверяла. Я это проверяла, естественно, поэтому только интуитивное питание, здоровое, но при этом я могу, например, у нас с Федей есть такая традиция, мы там можем раз в месяц, например, там заказать каких-нибудь рисовых этих кукурузных начис и безалкогольное пиво, и посмотреть какой-нибудь хороший боевичок. Какой для тебя хороший боевичок? Ну, какой-нибудь там, Нолан какой-нибудь. Он грузовый. Ну, мы любим погрузиться, да. А вообще любимый фильм? У меня очень много любимых фильмов, кстати, подборка тоже есть в телеге. Давай нам, пожалуйста, самый топ. Поехали. Я начало, про глаза, Хижина мне очень нравится, Престиж, Пианист. Ой, Пианист, сумасшедший фильм. Танцующая в темноте, это с Бьорк, мюзикл, вообще ненавижу мюзикл, единственный мюзикл, который просто пробирает. Ну, много, короче, я люблю кино, хорошее. Сериалы? Сериалы не смотрю. Острые козырьки посмотри, мне кажется, это твое. Нет времени. Ну, там, ай, нет, действительно, ты же в машине едешь и песни сочиняешь. Я в машине пишу, либо работаю, либо читаю. Короче, нет у меня времени на серики. Рит, наш суп готов, ура. Эти аплодисменты хилые из студии тебе. Оп, спасибо. Суп, рецепт которого я, а, не знала, б, и не особо ты, Лизан, помогала, но зато весело. Ты офигенно помогала своим присутствием. Сейчас ты мне, может быть, поможешь мне вот это вот наложить, хозяйство. Очень классно, я уверена, ты в него влюбишься. Зато, знаете что, я умею драники хорошо драть. Я белорусская, бульба, это вот для меня. Приходите на драники ко мне. Мы добрались с тобой до логического финала. Сейчас ты будешь пробовать это блюдо. И я хочу быстро понять экспресс правила твоей жизни. Подожди, я горячо очень. Да, конечно, я же не дура, я подую. Подожди, пока не надо. Пока вот он остывает, правила твоей жизни. Рита Дакота никогда не... Говорит никогда. Любимый цвет? Черный. Время года? Лето. Песня? Вдохновляющая тебя? Шейпом и хатстинг. Ты любишь? Людей. Всех? Да. Ты ненавидишь? Клески из супа. А-а-а, как хорошо. Хорошо, что этот суп не с клесками. Клески – говно. Любимый город? Остров Бали. За какой музыкой будущее? За настоящей, за честной. Что такое настоящая честная музыка? А, ну это тогда, когда во всем мире вырубится электричество, и ты эту песню можешь спеть под гитару или на рояле. У костра. Да, вот это настоящая музыка для меня. Потому что если убрать все эти обертки, одежки, а там ничего больше, кроме вот этого модного саунда, продакшена, вот этого, вот это не песня для меня. Что правит твоим миром? Любовь. Кем должна стать твоя дочь, чтобы ты ей гордилась? Счастливым человеком. Счастливым человеком. Попробуешь суп? Да. Барабанная дробь здесь подложите, пожалуйста, да? Смотрите, пожалуйста, на меня. Лицо мое. Я так переживаю. Прикольно. Мы не солили его. Федь, прикольно. Мы его не солили с тобой, я поняла это. Это очень странно, ребят. То есть это вот неожиданно. Максимально. Знаете, как иногда в настоящих китайских ресторанах ты по меню заказываешь что-то, что похоже, например, не знаю, там, на кребетки в кляре. И ты такой берешь в рот, ожидая какой-то вкус, а там вообще не то. Ну, то есть вот полярно не то. Вот я ожидала сейчас такое что-то похожее на мясо-суп, но это просто другая жижа. Это вкусная жижа? Короче, чтобы вам понять, что это за жижа, вам надо ее приготовить, реально. Это вообще другое. Я тебе заверну с тобой, тебе нравится. А попробуй теперь все вместе посолить тебе, скажи. Не, нормик. Ты как вообще к соли относишься? Нормально. Давай все-таки посолю. Где соль? Помогите мне, соль, соль. Можно соевый соус добавить. А, есть соевый соус? Будет хорошо. Все, соевый соус. Подожди, подожди, Рита. И вилку бы мне. Подожди, и вилку бы. Соевый соус. Раз. Пожалуйста, добавляй по вкусу. Друзья мои, соевый соус добавляется по вкусу. Вилка. Два. Нет. Это не соевый. Это не соевый, это гранатовый. Мать, ты что? Смотри, а ты молодец. Доверяй, но проверяй. Это я тебя проверила. Нет, тут там сзади редактор. Такой, нет. Вот так. Где? Мама. Справа. Я нервничаю, у нас такой гость. Ты что, обосралась? Федя, а купи мне такие же шлепки, как у Ляси. Спасибо. Вот об этих шлепках речь. Да, классно. Посмотри, как она сделала, Федя. Так, вот сейчас пробуйте. Давай. Так. Да что б тебя. Ой, разволновалась, девчонка. Лисюшка-хлопотушка сейчас была. Фу, отпустила немножко. Давай. Пробуем. Все еще. Того дубля не было. Вот сейчас с соевым соусом. Вперед. Эта жижа стала еще лучше. Да, ура! Мне кажется, что я больше не мучаю артиста. Отпускают творить песни. И вот на закусочку, на десерт, так сказать, риться со своим десертом с песней. Прекрасно. Я в двух словах расскажу, что за песня, потому что необычная история. Давайте подготовимся, что это будет. Необычная история. А сейчас я позову своего гитариста, он внедрится к нам на кухню, нарушит наше женское царство. Давай. И я... Это твоя была ложка? Да, пожалуйста. Короче, я сделала песню очень необычную, потому что в тренде ТикТока вряд ли залетает лирика про Бога. А там как бы вот очень духовная песня. Блин, у нас офигенный суп получился, Рит. И мы сняли на него клип на мобильный телефон, весь бюджет раздав детскому приюту. То есть бюджет на клип мы отдали приюту детскому. Сделали там ремонт, купили деткам одежду, обувь и школьные принадлежности. А клип сняли бесплатно на телефон, тем самым показав людям, что творчество доступно каждому, что каждый человек вправе творить, есть у него образование или нет, работает он на какой-то творческой работе или там, не знаю, в офисе. Поэтому мы хотели вдохновить. И, кстати говоря, друзья, возможно, это знак, которого вы ждали давно. В конце этого клипа есть послание, которое получить вы сможете только посмотрев его. Поэтому посмотрите клип на песню «Карандаш». Там реально кое-что, что вы должны прочитать и понять. А сейчас я позову гитариста, и мы споем эту песню. Да, давай. Давай. Браво. А можно мне глоточек воды после угарного супа? А-а-а! Он реально острый просто. Я сейчас... Как я спою после острого? Ну, мы с тобой очень старались. Попробуем. Это вот вода? Это не бульон? Нет. Аминь. Ну, тебе понравился суп? Да, реально вкусно. Реально вкусно. Ну, может, просто имбиречком чуть перегнули? Но вообще он такой прям забористый получился. Олечка, сыграем этот карандаш и все. Карандаш. Почему мы закрываем глаза, когда молимся, когда мечтаем и когда целуемся? Да потому что в мире самое лучшее нельзя увидеть, но можно чувствовать. Я не знаю, когда ты найдешь любовь, я не знаю, кто исполнит твои мечты, но в мире есть один особенный человек. Вот бы вам познакомиться, и это ты. С чистого листа не получится, ты слышишь? Надо поменять карандаш. Знаешь иногда, чтоб с разбегу прыгнуть выше, надо сделать пять шагов назад. Опять шагов назад. Ты никогда не будешь моложе, чем он сейчас. Ты никогда не будешь сильнее, где нет я. Не бойся потерять реквизиту, если хочешь пересечь океан. А если в сердце твоем всегда будет бог, тогда и некому судить тебя с высоты. Ну а если за каждым шагом твоим будет стоять любовь, то целью станут сами шаги. А не получится, ты слышишь? Надо поменять карандаш. Знаешь иногда, что с разбегу прыгнуть выше, надо сделать пять шагов назад. Пять шагов назад. Браво! Спасибо! Большой артист! Большое сердце! Боже мой, как нам повезло с тобой! В сердце всей стране! Обожаемая Рита Дакота! Спасибо большое, что была с нами! Это аплодисменты Коленьке! Коля, тебе респект! Браво! Молодец! Круто! Спасибо! Ребят, пожелание! Это все суп! Это все суп на самом деле! Это все суп, да! Съешьте суп от Лисян, будете петь как-то ловите! И не так запольете! Пару слов от тебя нашим телезрителям! Нашим зрителям! Нет, не выходи, стой! Конечно! Друзья мои! Любите Лиасю! Лайкайте ее! Подписывайтесь! Рассказывайте про прекрасный проект всем людям! Потому что топить за чужое творчество – это прекрасная карма! Найдутся люди, кто будет восхищаться тем, что делаете и вы! Вот так! Ура! Это была Дерская Готовка! Увидимся! Ровно через неделю! Пока! Всем суп! Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!